Девушки отдыхают Встали, по мячу смещаемся, по мячу смещаемся, Нурба В следующую тренировку пришли в Горзю, позвольте их представить Талант Пищевая Мы очень рады, что нашли время С нашими гонболистами Прежде всего я хотел бы поздравить вас И поблагодарить, что вы играете в гонбол К сожалению, традиции были утеряны не в лучшие времена Но я надеюсь и благодарю Правда, в лице Айбека все правительство Казахстана, которое Хочет и будет стараться восстанавливать Былы и традиции нашего спорта в нашей республике Поэтому я наоборот считаю, что Спасибо вам, что вы вообще отправили команду Девчонки, вы там проиграли, я знаю Счет не будем говорить А я сказал, что это была первая ласточка И наоборот, я хотел поблагодарить, что вы вообще поехали, что вы вообще занимаетесь И вы будете примером для тех, которые в будущем будут играть в этот прекрасный вид спорта В стране будет налаживаться экономика А когда будет налажена экономика Будут возможности и средства для того, чтобы выделять на развитие этого вида спорта Поэтому имел честь и счастье говорить и с президентом на эту тему И подчеркнул, что очень важно, чтобы гонбол, как и весь спорт, развивался в нашей стране Спорт это все-таки здоровье нации, я так считаю И гонбол это одна из частей игры коллективной Которая дает возможность всем вам работать и уметь жить в коллективе Поэтому я благодаря этому спорту, благодаря тому, что у нас была детская и юношеская спортивная школа номер 2 Где у нас была федерация гонбола Кыргызстана Мы имели возможность тренироваться, играть, выезжать на международные соревнования Тогда еще союзные соревнования международных для нас не было Мы были одной из 15 республик И это дало мне возможность, скажем так, продвинуться вперед И играть на хорошем, могу сказать так, уровне И поэтому я, естественно, когда прихожу и смотрю на вас, у меня только радость и пожелание, чтобы у вас все ваши мечты исполнялись И кто-нибудь из вас заиграл на самом высоком уровне Спасибо И еще, ребята, я бы хотел вам в плане информации сказать, что супруга Таланта Дешипаева, Ольга Шишкина Дешипаева, тоже чемпионка мира, тоже гонболист Дорогие мои, дорогие мои ребятки, будем говорить так Вот здесь кто присутствует, это те, кого в детстве укусил гонболист Больше из вас гонбол никогда не выйдет Даже когда пройдет много-много времени, и вы увидите, что играют люди в гонбол Поверьте мне, автоматически все внимание туда, это точно Вот, и от имени нас всех гонболистов Раджики припозитете маленькие сувенирчики на память нашему другу И, между прочим, мы в детстве играли в одной команде Вот так Когда я имел 12 лет, начал заниматься в спортивной школе номер 38 под руководством Александра Львовича Гагулина Я с детства хотел быть спортсменом, и с детства занимался и футболом, и боксом, и плаванием Всем, ну, в конце концов, выбрал гонбол, поэтому и шел вперед А почему вы выбрали именно гонбол? Потому что вы занимались многим спортсменом, но вы выбрали именно гонбол? Вот вы тренируете сейчас, у вас нет такого ощущения, вот когда у меня была первая тренировка, я после тренировки домой пришел и говорю, блин, в гонболе нужно бегать, прыгать, бросать, головой думать Поэтому такой прекрасный вид спорта, у меня болело все тело, и я сказал, это вот то, что я хочу Спасибо А почему вы пошли играть именно в церкви? Ну, потому что, я думаю, что до 16 лет нас тренера ставили на разные позиции, я начинал вообще на правом краю играть, а потом меня перевели на левый, а потом меня перевели в центр В всех странах побываете? Вам всех? Практически, практически во всех странах мира Почему вы возвращаетесь в Кыргызстан постоянно? Потому что это моя родина, это мой дом, здесь у меня брат живет, здесь мои родственники Здесь у меня мама, папа на кладбище лежат, так что, это, я подпитываюсь энергией, что ли, так могу сказать Вы сегодня что-нибудь покажете интересное? А, я, к сожалению Дети ему покажут Да, дети будут показывать Я давно не тренируюсь Рекомендации, рекомендации, может быть Ну, рекомендации, да, может быть Как ты перед игрой настраиваешь? Ну, перед игрой всегда, вот, знаете, меня жизнь научила так, что, чем слабее был соперник, тем больше я настраивался А чем лучше соперник, то ты научись сначала уважать самого слабого, и тогда ты будешь достоин выступать против самого сильного Просто сам спорт, это прекрасно Я вам сказал бы, тренируйтесь, радуйтесь, получайте удовольствие от этого Встречайтесь, вот смотрите, вот сейчас стоите, вы уже все в будущем будете друзьями Это, вы не можете даже этого оценить сегодня То, что вот этот вид спорта, вообще спорт нам дает быть всем вместе, уметь делиться Поэтому, вы же, когда на тренировку девчонки идете, вот, вы же, как, хотите, чтобы все вместе ходить, правильно, тренироваться Если придет 2-3 девочки, то невозможно тренироваться И поэтому я вам вот такой совет даю Вот, смотрите, вы проиграли первую игру Я смотрел, естественно, я следил, вы думаете, что нет, а я следил, там, читал И там много критики было, а я, наоборот, во второй игре вы, по-моему, уже проиграли намного меньше и забили чуть-чуть больше А в третьей игре вообще там 15 голов, по-моему, забили Видите, вы потихоньку-потихоньку идете вверх Поэтому я вам даю совет не опускать руки, тренироваться, играть и получать удовольствие Самое главное, получайте удовольствие